Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4. С вами Диазон ТВ. Сегодня мы находимся на безымяночке. Вот, здесь мы... Да, сейчас, в принципе, разберёмся. Неплохо здесь клюёт, на самом-то деле. Есть в прилове зубатка, кальмар залетел, то есть кобыла глаз, пискля, пердак, как всегда, катран залетел. Ну, то есть, в принципе, есть рыбка, которая поклёвывает. Ищи здесь сбивать рекомендую, нет, не рекомендую. То есть, Ищи надо сбивать на той точке, где у нас количество хвостов за 35, хотя бы 35-45. Ну, это для тех, ребят, у кого 75% нет, у тех, у кого ставки ещё не прокачаны, типа меня. Итак, значит, нахожу я на безымяночке, нахожусь в верхней части, то есть вот здесь вот, вот здесь вот у нас залетает зубатка, ребят. Пробовал вот здесь вот, пробовал вот здесь вот, здесь вот здесь вот в основном пискляк льёт, пенёк залетает с пердаком, вот. Здесь у нас поклёвывает, значит, окунь, здесь у нас и мерлуза поклёвывает, и здесь у нас залетает зубатка. То есть, в принципе, если у вас есть там какие-то перчики, мерчики, шперчики, вот, вы можете попробовать на неё плавить. Тупо появляемся на базе, тупо волосы назад, вот таким маршрутиком вот сюда приплываем. Ещё раз повторюсь, вот в верхней части. Значит, ловлю её вот на такую сборочку, используя джиг, используя галяв. Потому что клюёт иногда мелочи, её очень тяжело вытаскивать на байкастинговую катушку, да. У меня не трюф, я его сейчас не использую. Вот на галяв, конечно, есть проблема с крупной рыбой, но можно выкачивать. То есть, в принципе, для выкачивания галяв подходит. Вот, ловлю, конечно, 60-то не лун, ловлю 4-0 огромный и Realme No 4-0-0-6. Вот так вот. На данной точке нахожусь час после первой поклёвки, где-то час пять, наверное, час десять, может быть. Час пять. Вот, за это время 32 хвоста, давайте перейдём. А, ну, час пять, да. Перейдём к нашему, посмотрим. Зубатка полосатая, три штучки, одна сорвалась возле этого, там такой хряк был, ну, где-то на пять килограмм, наверное. Кальмар залетел, вот, кобыла морская, три штучки, катран, первым клюнул пердак, пенёк, мерланг, мерлуза, то есть, не знаю, сколько их нормально, окунь норвежский, и пискля с колпаком. Вот такой вот он лов. Теперь показываю, значит, что я делаю. Делай заброс, пять-десять процентов. Вот, обычно сразу, да, открываю-закрываю катушку, точнее, закрываю-открываю катушку так. Хотя, наверное, с бицерлоном, березационной катушкой это не работает. Наверное, всё-таки одинаково падает, потому что с байкастинговым и мультипликаторами-катушками это работает. Вот, там намного быстрее опускается, а здесь нет. Жду, когда приманочка упадёт на дно, закрываю катушку, чуть натягиваю, вот, и делаю вот так вот, такие движения. То есть, делаю дёрг до тех пор, пока у нас не клюнет какой-нибудь крокодильчик. Здесь у нас, в основном, получается, сильный пилкинг. Вот, лёгкий пилкинг. Редко-дополучается, потому что, не знаю, почему, потому что это, наверное, беззонная катушка. Хотя, если вот тут потихонечку подёргивать, то должен быть лёгкий пилкинг. Вот, могу сказать сразу, то, что ночью клюёт практически не клюёт. Ну, по крайней мере, у меня. Ночью всё-таки лучше использовать филешечку. Всем, не хвастанье чешуи. С вами был меня, Зона ТВ. Пробуйте половить на безымянке. Пробуйте подобрать под зубаточку у козаврика, что там у нас, толпака, пискли, и все, и вот это шушеры-мушеры. Такой вот кабанчик у нас клюнул. Ну, смотрите, как прекрасно глиав подымает рыбу мелкую. Одна. Просто баллежно. Ну, зубатка полосатая. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ШУМ